Всем привет! С вами Алекс и сайт Rempc.by В этом видео я хотелось бы рассказать про очередную информацию по Денуву Итак, погнали! Сегодня 27 декабря и по Денуву вообще почти ничего нет Очень странная ситуация И, казалось бы, где же взломы? Последнее время, последних полгода, там, начиная с лета, Денува полностью разносили То есть все уже сказали, что Денува конец, каранты накрылась Последний гвоздь в крышку, сами знаете, какой коробки Но нет, по какой-то причине возродились и полная тишина И коснемся, конечно же, для начала Assassin's Creed Origins Потому что именно с нового Ассасина Денуву вообще перестали ломать То есть в играх обходить, ломать, то есть игры на Денува перестали ломать Кстати, вышел новый Ассасин ровно 2 месяца назад, 27 октября И тишина, это вообще рекорд, учитывая последний год, этот 17-й, как ломали Денуву Просто офигенный, невообразимый рекорд Целых 2 месяца тишина, учитывая о громогласных заявлениях до этого Тех же Стимпанкс, которые отмечали, что у них крутой механизм взлома И сейчас Денуву будут разносить как положено Но да, выяснилось, что в Assassin's Creed Origins вроде и VM Protect еще поверху И возможно, Ассасин-то ладно, там сложновато, нужно отладить Работоспособность, как это любят CPI обычно Но почему остальные игры, типа Sonic Forces, нового NFS и так далее, не взломаны? Огромный вопрос, официальной информации с крякерской релизной сцены не поступало Но давайте, смотрите, разбираться в том, что есть Итак, нет взлома уже 2 месяца Почему нет взломов? Опять мы задаемся этим вопросом Есть основные причины, ну, как мне кажется Давайте их разберем Первое, взлом уже есть Но еще не отладили до конца стабильность работы То есть я слышал это опять на уровне слухов Что CPI тоже, само собой, подключились Взлом уже был, но не на всех системах стабильно работает А CPI обычно, если выкладывали что-то, пускай и попозже Пускай и за несколько недель, как раньше Или даже, может, месяцы больше Но у них все всегда стабильно работало То есть взлом пока стабильного нету просто взлома Да и тем более праздники Может быть, тоже как-то повлияло Кто-то отъехал, куда-то разъехались и так далее Вторая причина Не выпускают взлом по внутренним каким-то вопросам То есть, там, может, какие-то перестановки Кто-то ушел, пришел еще Что-то разругались Там всякое бывает Разошлись и так далее Тем более взламывают динуво считанные команды Да, уже не только CPI Как это было год назад Сейчас это и стимпанкс И кодекс, кстати, пробовали Один раз даже взломали И Болдман, который разносил четвертую версию Динуво, которого нет вообще Ну, уже несколько команд Но все равно это много Это не десятки команд Поэтому, возможно, по каким-то внутренним причинам Нарушился этот процесс взлома Кстати, что интересно Я такой думаю Дай посмотрю А что же было год назад в этот месяц В декабре Что же здесь происходило А декабрь был очень разгорячен То есть CPI здесь ломали все налево и направо Были подсказочки крутые Которые мы все вместе Пытались разгадать Было круто, конечно же, в декабре Потом был последний взлом 26-го числа И на пару недель CPI тогда отошли от дел Ну и сейчас тоже, возможно, повлияли Какие-то праздничные моменты Или еще что-то Ну, я думаю, еще подождем Подождем официальных каких-то сведений Дальше Про подкупы издателями игр Даже я бы и не рассматривал эту ситуацию Потому что основной принцип релизной сцены Это никаких денег Никаких подкупов, само собой Поэтому я бы даже и близко это не рассматривал Единственное, что можно подумать Конечно, бывают единичные какие-то случаи Но здесь маловероятно То есть идеального ничего, конечно, нет Но не думаю, что здесь какие-то есть подкупы Или еще что-то Какие-то внутренние вопросы Вот и все Даша, казалось бы Ну хорошо, Assassin's Creed Origins Не взломан 2 месяца Хорошо, что по продажам В Steam'е продано 500 тысяч копий Давайте смотреть А в Steam, оказывается, уже продано Полмиллиона копий Assassin's Creed Origins А хороший ли это результат на самом деле? Для AAA-класса игры Полмиллиона за 2 месяца Это учитывая то, что Call of Duty За 3 дня, вроде бы, сейчас посмотрим Продалась таким тиражом Не спорю Да, и Assassin'е-то еще не только в Steam'е Еще и в Uplay'е Еще и на приставках там будет несколько миллионов Скорее всего Вопросов нету Но Dinova-то в основном Ну, Steam, то есть Uplay'е То есть А здесь продажи Ой, какие не очень 500 тысяч для AAA-класса Для Индии игры это огонь А для Assassin'а нового Которого не было 2 года Ну, это себе не к тому Что, допустим, Assassin' плохой Нет, игра получилась вполне себе достойная Хотя Технически там есть вопросы Но В плане того, что защита Ну и что Она дала какие-то приросты в продажах Относительно стандартных каких-то продаж Да вовсе нет Поэтому, но опять же Очередное Очередное доказательство в том Что Dinova для игры не нужно Тем более Технические проблемы Которые многие заметили Аномально загруженный проц Почему-то у многих Даже такой мощный проц Явно не просто так То есть Такого Вообще В последних играх Почти не бывало То есть Стоит ли это того То есть Это опять же Вопрос По-моему Уже риторический То есть Защиты эти Которые привносят проблемы А не дают В общем-то Прироста почти никакого Дальше Хотелось бы отметить Что Bulletstorm Full Clip Edition Сняли Dinova То есть Это очередная игра В которой Убрали Dinova Вот он списочек Это было в начале декабря Само собой Динуве там Делать нечего Потому что Во-первых Игра была взломана Во-вторых Потому что Динува там Я уверен Просто не принесла Никакого там Никакой пользы И толка Вообще ноль Поэтому само собой Убрали Тем более Убирается масса Наверное Лишнего кода Соответственно Игра может Более стабильно работает Так Даша Хотелось бы отметить Еще тоже интересный факт Сайт Динува Обновили Плюс у них Официально есть Инструменты для защиты Оптических носителей И античит Система Теперь То есть Как-никак Но разработчики Динува Расширяются Обновляются И потихоньку Развиваются То есть До этого Все говорили Что все Динува Накрылась Капут Кранты Но на самом деле Не так Как видим Пока у них Дела идут хорошо Хотя Несмотря на то Что в их адрес Летит просто Тонна негатива Отрицательных отзывов И зачастую По делу Потому что Те кто покупает Лицензию Получают там Какие-то Технические проблемы Связанные с Динува Но это факт Масса кода Там иногда Пустого Который Делает лишние Обращения И так далее То есть Те кто покупает Лицензию Должны сталкиваться С этими проблемами Поэтому Все равно Судьба у Динува Не завидная Разработчиков Но пока Они на плаву И в общем-то Сложно отрицать Даже что интересно А продажи игр Оказывается На ПК В 2017 году Оказались почти Такими же Как и на консолях То есть Ну где это Хваленое пиратство Которое уничтожает Ну антихваленое Так скажем Уничтожает ПК Рынок игр Да на самом деле Нет Тем более Динува в 2017 году Ломалась Там вполне себе огонь Да и не так уж Много игр Оснащались Динува Поэтому Пиратство Никак В очередной Подтвердилось Никак Раз подтвердилось Никак не влияет На продажи А наоборот Зачастую помогает Человек Геймер Пробует Человек геймер Так скажем Отдельный вид Под вид Пробует Игру пиратскую Оценивает Производительность Качество проекта А потом покупает Ради онлайна Ради достижения Ради поддержки Разработчиков Это факт Схема работает Уже не один Наверное Даже и десяток лет Если так уже В общем сказать Поэтому Можете всем Говорить и указывать Рынок ПК Никуда не проседает А в такой же Как и на консолях Даши Ну конечно же Стоит задаться вопросом Блин ну все Конец взломом Неужели Вовсе Как мне кажется Нет Наличие защиты Часто вообще Не переносит Прироста в продажах Ну как мы видим По ассасину Пол миллиона Это настолько заурядная цифра Что для такой игры Что ну в общем то Даже стыд То есть Но технические проблемы Которые защиты В том числе Диного Приносят Есть всегда Поэтому Или будет решен вопрос Это излишняя нагрузка Защитами на ПК И появление сопутствующих Багов и ошибок Или от нее все равно Будут отказываться То есть Ну тем более Многим разработчикам Вообще эти защиты Не нужны Они говорят Зачем Мы не хотим Злить игроков Мы лучше пойдем Навстречу И улучшим Наш проект И качество То есть побольше бы Конечно таких разработчиков Потому что Ну что это Защита Диного Ну это просто Технически Устаревший Какой-то метод Продажи игр То есть Зачем Смысл Качество Идеи То есть Вот что должно быть Я думаю Ассасин продался бы Еще большим тиражом Чем с этой защитой Да и взлом все равно будет То есть От этого Наверное Никуда не уйдем Или появится Кто-то новый Или Сипяя Все-таки Выкатят Злон По-моему Это уже Неизбежно Такие вот В общем-то Дела Продолжая Даша Сидеть за информацией По Диного Может что-то Интересное Крутое Появится Обязательно Вам сообщу А вы не забывайте Смотреть на ссылочки В описании В том числе Вот будет ссылочка На эту статейку С статьей по Диного Здесь я собираю Все-все-все Видео Все взломы Уже Больше года Инструкция Статейка В описании А вот еще Вы можете Вместе со мной Добавлять Крутые новостейки Из мира видеоигр Вот на сайте Rempc.by Где я обитаю В раздел Блоги Крутые новостейки Инструкция В описании Все Продолжая Даша Сидеть за информацией По Диному Просто потому Что это интересно И тоже является Некой такой мерой Развития Игровой индустрии Поэтому посмотрим К чему И куда это все Приведет Все С вами был Алекс И сайт Rempc.by Не забывайте Что я всего лишь Предоставляю вам Информацию А вы уже Сами решайте Что вам делать Покупать Или нет Спасибо за просмотр